Заявляется, что Россия не нарушила ни разу союзнических отношений с Арменией. Я должен сказать, что Россия уже давно нарушает союзнические отношения с Арменией. Это не связано с Пашиняном, это давно началось. Началось в 2011 году, когда Россия подписала крупный контракт на поставки оружия Азербайджану на 5 миллиардов долларов, по-моему. И когда армянская сторона так и тихо заикнулась в том, что это же наш враг, зачем вы его вооружаете? Там Рогозин, по-моему, больше всех выступал. Ну, как вы смеете нам указывать, это коммерческие сделки, понимаешь? Ну, эти коммерческие сделки были на самом деле политикой, политикой равноудаленности, которую проводил МИД России по отношению к Армении и Азербайджану. Хотя Армения являлась союзником России, Азербайджан являлся союзником Турции. Я тогда с МИДом беседовал в те времена и говорю, ну как же так вот, мы же союзники с Арменией, зачем же вы тут так вот Азербайджан-то поддерживаете? Они говорят, нет, то есть Азербайджан тоже у нас союзник, понимаете? То есть, несмотря на то, что мы были с Арменией союзником, одновременно считалось, что и Азербайджан наш союзник. Хотя он союзник Турции. Вот в последнее время это очень проявилось, когда Азербайджан не признал выборы на новых российских территориях. Вот. Так что вот эта политика равноудаленности, это было фактически предательством нашего союза с Арменией, потому что мы поддерживали страну врага Армении и Азербайджан. То есть фактически мы занимали позицию нейтралитета, а не позицию союзников.